Вот этот молодой человек с нарциссическим расстройством личности, у него нет имени, он не назвал имени, он поднял очень интересную тему, почему нарциссы не могут долго идеализировать партнера, почему это всегда приходит к обесцениванию, либо утилизации и то же самое в терапии. Он рассказывает, например, о терапии, почему они не могут долго находиться в терапии. Слушаем, люди с нарциссической организацией личности, пограничные, когда приходят в терапию, происходит перенос. Мы много раз слышали, что происходит. Люди с пограничным либо нарциссическим расстройством личности, они либо идеализируют, либо обесценивают. И обожествляя, идеализируя терапевта, либо партнера, они, я обесцениваю себя. Либо я не могу идеализировать и себя, и другого человека одновременно, нужно кого-то. Когда идеализирую кого-то, я должен обязательно себя обесценивать. И это очень такое иерархическое мышление. И да, это у них есть строгая иерархия. То есть, либо ты сверху, я снизу. Быть на одном уровне они не могут. То есть, никакое горизонтальное взаимодействие. Быть на горизонтальной плоскости, что и ты, окей, и я, окей. Такого не может быть. Ты либо божество, либо ничтожество. Я тоже, я либо божество, либо ничтожество. Именно поэтому они не могут долго идеализировать. Потому что они начинают плохо себя чувствовать. И они именно не партнеры, не терапевты. Именно поэтому они либо уходят, либо начинают вас обесценивать, чтобы восстановить свою как-то самооценку. И поэтому у них либо идут вот эти вот череда обесценивания идеализации. Они их шатают из одной крайности в другую. Это происходит именно из-за этого. Поэтому ничего вы с этим поделать не можете. Это проблема в нем, а не в вас.